Уважаемые коллеги, добрый день. Совместно с Российским обществом клинической онкологии и компанией Фрезени Ускаби мы продолжаем серию вебинаров, посвященных нутритивной поддержке в онкологии. И тема нашей сегодняшней лекции – это нутритивная поддержка онкологического пациента в период прохождения химиотерапии. Но прежде чем, собственно, мы будем говорить об этой проблеме, я напомню, что в прошлый раз мы с вами обсуждали достаточно подробно кахексию онкологических больных, меры предотвращения этого состояния, меры коррекции, которые предложены на сегодняшний день в отношении кахексии. Напомню вам, что рефракторная кахексия – это состояние уже, к сожалению, необратимого характера, поэтому чрезвычайно важно ставить перед собой задачу не пытаться корректировать уже развившуюся, развернутую картину кахексии, а пытаться предотвратить это состояние, в том числе, если у нас пациент находится в период процессе химиотерапии. То есть важно это на всех этапах противоопухолевого лечения, начиная от постановки диагноза и всю вот эту траекторию специального противоопухолевого лечения, безусловно, также очень важно не бросать пациента после окончания противоопухолевого лечения, продолжать это либо в период его реабилитации, или если он, к сожалению, переходит у нас в стадию палиативного пациента, в четвертую клиническую группу. И как бы перебрасывая такой мостик логический от прошлой лекции к нынешней, я хочу ответить на тот очень хороший, очень умный вопрос, который был мне задан на прошлом вебинаре, относительно того, как же оценить предполагаемую длительность жизни пациента, если он у нас находится в четвертой клинической группе, то есть пациента палиативного. Вот что нам говорят практически рекомендации ESMO 2021 года, то есть такой свежий достоверный источник, к которому мы можем обращаться смело, и они нам указывают, что оценка предполагаемой продолжительности жизни у палиативных пациентов – это, конечно, задача сложная, мы сами понимаем, заведомо приблизительным и часто излишне оптимистичным, к сожалению, результатом, и то, что вероятная оценка продолжительности жизни базируется на определении маркеров исполения. В принципе, это все то, о чем я вам в прошлый раз говорила, что в процессе прогрессирования онкологического заболевания, любые солидные опухоли развиваются хронической воспалительной реакцией, которая сопровождается выбросом, каскадом цитокинов различных, и таким образом, определяя маркеры воспаления, по сути, обращаясь к прогностической шкале глазгу, как к прогностическому критерию для инкурабельных онкологических пациентов, мы для себя можем понять, к какому прогнозу мы можем данного конкретного нашего пациента отнести. И посмотрите, для того, чтобы правильно пользоваться шкалой глазгу, нам нужно знать всего два простых параметра, которые мы берем из рутинного биохимического анализа крови. Это показатели цирреактивного белка и показатели альбумина. Мы с вами знаем, что нормальные показатели цирреактивного белка не должны превышать 10 мг на литр альбумина. Нижняя граница нормы – это 35 г на литр. Таким образом, вот такой табличкой мы можем пользоваться. Если у пациента нормальные показатели альбумина цирреактивного белка, то прогноз относительно благоприятный. Еще раз напоминаю, что мы говорим о пациентах четвертой клинической группы. Далее, если есть повышение цирреактивного белка 10 мг на литр, либо более, и нормальные, при этом сохраняются нормальные показатели альбумина, то мы этого пациента можем отнести к промежуточному прогнозу. И, наконец, если показатели цирреактивного белка и показатели альбумина находятся в противодействии, то есть цирреактивный белок повышен, а показатели альбумина меньше или равны 35 г на литр, то прогноз у этого пациента неблагоприятный. И вот такой простой прогностический инструмент мы можем использовать в своей клинической практике для того, чтобы ответить, конечно, со всеми возможными «но», но приблизительно для себя определить ожидаемую продолжительность жизни вот этого инкурабельного пациента. И вот здесь вот ссылки на литературу, которая англоязычная, которую вы можете самостоятельно посмотреть, там очень такой подробный системный анализ посвящен этой проблеме. А мы переходим к теме нашего сегодняшнего вебинара. И если говорить о распространенности белковой энергетической недостаточности при различных злокачественных опухолях, то в среднем она составляет где-то 60-63%, но мы понимаем, что есть абсолютные нозологи-лидеры, как я их называю, которые относятся к красной зоне риска по развитию белковой энергетической недостаточности. Вы их все прекрасно знаете. Это прежде всего злокачественные опухоли верхних отделов желудочно-кишечного тракта, это опухоли головы шеи, это рак поджелудочной железы, колоректальный рак и рак легкого, безусловно. И, как вы понимаете, это все те нозологи, при которых мы широко применяем системное лекарственное лечение, как правило, в сочетании с другими видами противоопухолевого лечения, то есть проводя пациентам мультимодальную терапию. Еще одна важная вводная. Мы с вами должны понимать, что то население и те онкологические пациенты, с которыми работают, во-первых, онкологические пациенты становятся все старше и старше год от года. Основная когорта наших онкологических пациентов – это пациенты возрастные, это пациенты пожилого и старческого возраста, то есть 65+. И при этом мы должны учитывать, что нутритивная недостаточность у здоровых пациентов пожилого возраста, вернее, не пациентов, а у здоровых людей встречается намного чаще, вы видите цифры на слайде, чем в популяции, а более 60% гериатрических пациентов страдает от белковоэнергетической недостаточности. Вот интересные цифры также. Росстата получены, что в Российской Федерации около 2% населения старше 60 лет имеет пониженные показатели индекса массы тела, ниже 18,5 кг на метр квадратный. То есть проблема наша усугубляется. И еще очень важный слайд, как мне представляется, хочу вам его показать. Это об актуальности темы белковоэнергетической недостаточности и назначении эффективной нутритивной поддержки в реальной, как мы теперь принято говорить, клинической практике. Всем нам известна 8-я редакция классификации ТНМ, которую мы с вами ежедневно пользуемся на своем рабочем месте. И как вы знаете, после классификации ТНМ в каждой главе, по каждой нозологии есть такие прогностические таблички. Вот если мы с вами посмотрим прогностическую таблицу, посвященную немелкоклеточному раку легкого после операции, то в совокупности основных прогностических факторов, связанных с пациентом, мы увидим не только оценку общего состояния по шкале ЭКОК, но и потерю массы тела. И как раз немелкоклеточный рак легкого, то заболевание, где белковоэнергетическая недостаточность может быть очень выраженной, может влиять, собственно говоря, и на исходы лечения, и даже на само принятие решения о назначении системной лекарственной терапии такому пациенту. Ну и посмотрите, уже заодно обратите внимание, что в новых и перспективных качествах жизни, это тоже, который, скажем так, опосредованно связан с белковоэнергетической недостаточностью, тоже выделен как фактор прогноза. Если давать определение белковоэнергетической недостаточности по современным представлениям, это синдром, характеризующийся дисбалансом между потребностями организма и поступлением нутриентов, наблюдаемых при недостаточном потреблении их с пищей, либо нарушении их усваиваемости в организме, либо их избыточной потери, а также комбинации данных причин, и белковоэнергетическая недостаточность ухудшает результаты лечения пациентов, ухудшает качество жизни пациентов, и, говоря о фармакоэкономических вопросах, безусловно увеличивает стоимость лечения онкологического пациента. Причины белковоэнергетической недостаточности у пациентов абсолютно разнообразны, они связаны как с исходным нутритивным статусом нашего пациента, так и с особенностями опухолевого процесса, которые поражают данного пациента, мы понимаем, со степенью распространения опухолевого процесса, с теми возможными осложнениями опухолевого процесса, а также связаны и с противоопухолевым лечением, которое мы пациенту назначаем. Мы все с вами прекрасно понимаем, что год от года проводимая противоопухолевая терапия становится все более эффективной с одной стороны, но с другой стороны она становится все более агрессивной, она набирает, так сказать, себе все больше модальностей, да, то есть мы сейчас говорим о сочетании лекарственного лечения не только в виде классической химиотерапии, но и с привлечением иммуно-онкологических препаратов, таргетных препаратов, эндокринотерапии, безусловно, хирургического вмешательства и разнообразных программ лучевой терапии, да, и все это иногда данный конкретно пациент должен у нас согласно программе лечения, согласно решению онкоконсильному все это получить. И вот то, что выделено красным в конце этого длинного списка, это относится как раз к эффектам нежелательным, которые мы получаем у наших пациентов при проведении системного лекарственного лечения. Это развитие мукозитов, то есть специфического воспаления слизистых оболочек на фоне либо лекарственного системного лечения, либо проведения лучевой терапии. Это эмитические эффекты, безусловно, все химиотерапевты с ними хорошо знакомы. Это синдром молиабсорбции, это нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, как правило, в сторону развития диареи. И если мы посмотрим на вот эту таблицу, на влияние различных химиопрепаратов на нутритивный статус, мы увидим тоже, в общем, практически стопроцентное покрытие. Эмитические эффекты в разной степени выраженности имеют большинство химиотерапевтических препаратов. Не всегда мы задумываемся конкретно у пациента, к чему это приводит, к снижению употребления пищи и дегидратации, и ухудшению нутритивного статуса, развития белково-энергетической недостаточности, о перспективе, если это не коррегировать, то к развитию той страшной и ужасной кахексии, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, анорексии, также большинство химиотерапевтических препаратов, снижение аппетита, снижение объема потребляемой пищи, снижение количества макронутриентов и микронутриентов, поступающих в организм. Дальше очень интересная вещь, о которой мы с вами задумываемся крайне редко, это инверсия вкуса и обоняния. И, может быть, мы стали чуть больше задумываться, когда многие из нас, из коллег-онкологов, я знаю, в период пандемии, особенно в 2020 году, перенесли на себе новую коронавирусную инфекцию COVID-19, которая сопровождалась либо гипогевзией, либо дисгевзией, или анасмией, или гипоосмией, и могли на себе почувствовать те эффекты инверсии вкуса и обоняния, которые наши химиотерапевтические больные, к сожалению, на себе испытывают в очень большом проценте случаев. И большой список препаратов, я их не буду перечислять, вы прекрасно знаете, они влияют также на объем потребляемой пациентом пищи. Уж не говоря о том, что они меняют палитры жизни абсолютно, и из этой палитры жизни пациенты уносят вот эту одну яркую краску, связанную с положительными эмоциями при приеме вкусной пищи. Далее, диареи, также огромное количество наших химиотерапевтических препаратов, что приводит к снижению усвоения нутриентов и дегидратации, к снижению массы тела пациента также. Мукозиты, целый пул антиметаболитов, антрациклины и так далее. Это затруднение приема пищи вплоть до полностью отсутствия возможности принимать пищу естественным путем. И мы тогда должны вынуждены говорить о назначении срочного энтерального питания по показаниям. Далее, метаболические нарушения, такие препараты, как цисплатин, метатриксат, метамецин, третинаин и висеноид. Третинаин и висеноид широко используются в онкогематологии для лечения острого промилцитарного ликоза. Кстати, онкогематологически больные также крайне угрожаемы по развитию белково-энергетической недостаточности, особенно те из них, которым проводится высокодозная химиотерапия или транспортация костного мозга. Это тоже надо иметь в виду. Далее, и, наконец, повреждение тканей, сниженные процессы репарации ткани. Это буквально все химиотерапевтические препараты. И заметьте, обратите внимание, что в таких ситуациях у пациента онкологического резко возрастают потребности белки. Собственно, когда мы будем говорить, еще раз повторять, в общем, то, что мы обсуждали в прошлый раз, о потребностях, высоких потребностях онкологического пациента в белке от 1,2 до 2 грамм на килограмм массы тела, надо иметь в виду, что это уходит также на покрытие вот этих больших трат, связанных на повреждение здоровых тканей. Синдром малябсорбции, который был указан вот в этой табличке, которую мы сейчас с вами разобрали, и практически все классы современных синтетических лекарственных средств оказывают негативное влияние на процессы переваривания пищи и ассимиляции нутриентов, что приводит к нарушению всех видов нутриентного обмена белкового, углеводного, жирового. И надо сказать, что до 45% теряют массу тела в районе где-то около 10% от исходной в процессе противоопухолевого лечения. Просто в силу многих обстоятельств, субъективных и объективных, мы не всегда это с вами в реальной клинической практике замечаем. Еще очень важный аспект этой проблемы белково-энергетической недостаточности у химиотерапевтических пациентов. Дефицит мышечной ткани выступает предиктором осложнений при проведении химиотерапии. Есть целый ряд химиопрепаратов, которые условно относятся к так называемым гидрофильным препаратам. И когда у нас пациент с вами не просто теряет массу тела, а теряет массу тощую, то есть теряет скелетную мускулатуру. При назначении химиопрепаратов в тех стандартных дозах, согласно тем рекомендациям, которые мы имеем на метр квадратный, рассчитывая на химиопрепараты, как правило, мы с вами имеем высокий риск получить повышенную токсичность при проведении вот этой, казалось бы, при подведении стандартных доз химиотерапии. И, соответственно, что мы получаем нежелательные токсические явления, мы, как на это реагируем, мы либо откладываем очередной курс химиотерапии, либо вообще отказываемся от продолжения химиотерапии, от продолжения системного лекарственного лечения, что очень часто, вы сами знаете, встречается у пациентов 4-й клинической группы. И к таким препаратам относятся препараты антиметаболиты, это 5-турроцилкапицитабин, это гемцитабин, это вся группа препаратов платины. Причем, надо сказать, что вот эти эффекты, связанные с развитием вторичной саркопении, отмечаются, если мы и проводим монохимиотерапию, или мы проводим какие-то полихимиотерапевтические режимы, подводим. И сарафинип тоже к этой группе можно отнести. Это тоже надо иметь в виду химиотерапевтам. И, так сказать, немножко обобщая вот этот раздел, который мы сейчас с вами посмотрели, химиотерапевт, практикующий, вот не вдаваясь в какие-то вот эти дебри, нюансы, что хочет вообще получить в процессе своей ежедневной, кропотливой, ответственной медицинской деятельности. Он хочет получить максимальный контроль над опухолю при минимальной токсичности. Вы согласитесь со мной, конечно. Для этого что нужно? Чтобы лечение было непрерывным, эффективным, и предотвратить, то есть профилактировать нежелательное явление максимальное. И вот как бы ни странно это ни казалось, такая абстрактная может быть тема, нутритивный статус, питание онкологического больного, назначения специализированного питания, как нутритивной поддержки, оно позволяет вот эти цели и воплотить в жизнь, так сказать, с наименьшими затратами. На сегодняшний день нутритивная поддержка это неотъемлемый компонент протоколов введения пациентов при различных вариантах противопухолевлечения. Уже на сегодняшний день действительно никого не надо в этом убеждать. Это все так, четко сформулированы, в том числе и в актуальных рекомендациях русско, посвященные нутритивной поддержке, показания к нутритивной поддержке. Вы видите их вот на слайде всего 4, но мы дальше будем говорить, что не все так просто, а, как говорится, еще проще, может быть, проще даже все не усложнять, не думать, подходит ли ваш пациент под одно из этих показаний. Но в том, все-таки давайте перечислим, это наличие недостаточности питания, это отсутствие приема пищи, естественным путем, более 7 дней, это неадекватный прием пищи, посмотрите, как он определяется. И это потери массы тела вследствие недостаточного приема пищи. И вот еще один вопрос из прошлого вебинара, я поставила ответ именно в эту часть презентации. Вопрос звучал так, при каком нутритивном статусе будет противопоказано проведение химиотерапии. И если мы, опять же, обратимся к достоверным источникам доказательной медицины, собственно, к рекомендациям, практическим рекомендациям русско-касающимся именно назначения системной лекарственной терапии, мы увидим, что абсолютным противопоказанием к химиотерапии, мы сейчас не говорим о том, в каком объеме будет химиотерапия реализована, в радикальной программе, и в данном случае, конечно, речь идет о паллиативной химиотерапии. Итак, абсолютным противопоказанием является только ЭКОГ-4 нашего пациента, все остальные противопоказания относительные. Вы видите, ничего нового я вам здесь не открыла, относительные противопоказания все хорошо нам известны, и мы всегда взвешиваем вот эти риски и пользу от назначения химиотерапии у таких проблемных пациентов, у которых, в общем, об этом стоит речь. И если мы с вами видим такого пациента, как на картинке, если мы видим такие показатели биохимических и клинических анализов, которые вы видите здесь в табличках, естественно, мы, скорее всего, от проведения химиотерапии, даже с паллиативной целью откажемся. Но, собственно говоря, белково-энергетическая недостаточность это не будет тем решающим фактором, по поводу которого мы с вами будем созывать консилиум и писать о том, что данное проведение химиотерапии, даже с паллиативной целью данного пациента по тяжести состояния противопоказано. У нас здесь другие критерии. И для того, чтобы не допустить вот такого состояния пациента, безусловно, есть очень хорошая такая подсказочка, такие необходимые шаги, когда мы решаем вопрос, нужна ли пациенту нутритивная поддержка или нет. А если нужна, то как правильно ее назначить, как правильно ее документировать, как правильно ее контролировать, то есть мониторить, и как правильно передать пациента в руки следующего специалиста, который будет его в дальнейшем курировать, чтобы не ухудшить его нутритивный статус. Итак, ранний скрининг – это выявление пациента в группе риска. Далее, всесторонняя оценка нутритивного статуса с помощью тех инструментов, которые у нас есть в клинике, которые мы можем с вами реально использовать. Это назначение индивидуальных рекомендаций, то есть это либо диет-консультирование, так называемое, либо назначение нутритивной поддержки, либо то и другое сочетание. Отчательное документирование, мониторинг и преемственность проведения нутритивной поддержки. Касательно один из моих, так сказать, любимых вопросов и ответов – это документирование, выявленное у вашего пациента белково-энергетической недостаточности, медицинской документации. Это очень крайне важный вопрос, так сказать, бумажный, но важный. У нас есть с вами международная классификация болезней, 10-й редакции МКВ-10, и есть прекрасные инструменты, как мы можем закодировать вот эти диагнозы, внести их в клинический диагноз и в электронную историю болезни. И я призываю вас этим не пренебрегать, потому что если у вас это в диагнозе, если это у вас перед глазами, вы держите это в поле своего внимания и не упускаете нутритивный статус из, так сказать, своих ежедневных, в общем, мыслей о пациенте. И рекомендации, когда я вам говорю о том, что иногда проще не думать о том, угрожаем ли ваш пациент по развитию белково-энергетической недостаточности, стоит обратиться к рекомендации МЭСМА 2021 года относительно скрининга нутритивной недостаточности как предотвращения развития кохексии. И рекомендации нам говорят о том, что, безусловно, показана рутинная стандартизированная процедура скрининга для выявления пациентов из группы риска развития нутритивной недостаточности. Скрининг нутритивной недостаточности должен проводиться у всех онкологических пациентов, проходящих противоопухолевого лечения, у которых ожидаемая продолжительность жизни больше 3-6 месяцев. СИК я вас отсылаю в начало лекции, где вот эта прогностическая шкала глазга нам позволяла с вами, так сказать, пациентов отдифференцировать 3-6 месяцев больше или меньше, приблизительно, со всеми теми оговорками. Далее, что здесь еще интересно, при наличии риска нутритивной недостаточности рекомендуется объективная оценка нутритивного метаболического статуса и симптомов, влияющих на нутритивный статус. Нарушение функции желудочно-кишечного тракта, то есть нарушение моторики, как правило, это диарея, реже это констипация, наличие у пациента хронического болевого синдрома, некупируемого, либо плохо купируемого, что также приводит к снижению объема потребляемой пищи и наличию у пациента дистресса, это практически всегда, что требует подключения медицинского психолога, коррекции этого пациента. Да, и рекомендована повторная оценка нутритивного статуса через регулярные интервалы, обычно это один раз в месяц. И вот та еще одна опция, если планируется лечение с высоким риском нутритивной недостаточности, то, что в клинике крайне часто встречается, это комбинированное лечение, либо это проведение высокодозной химиотерапии, либо химиотерапии высоко химитогенными препаратами, рекомендуется проведение профилактической нутритивной поддержки. Вот видите, ЭСМА нам дает такую опцию. К вопросу оценки нутритивного статуса, помимо применения скрининговых шкал, наверное, я с этими скрининговыми шкалами уже коллегам-врачам порядком надоела, потому что я буквально каждую свою лекцию говорю о том, что у нас есть шкала НРС-2002, которая изложена в рекомендациях, практических рекомендациях Русска 2021 года, в соответствующем разделе белково-энергетической недостаточности, что ими надо, безусловно, пользоваться рутинно, ежедневно для каждого пациента. И помимо вот этих скрининговых шкал, что мы еще можем сделать? Мы можем в клинике всегда выполнить простейшие антрометрические измерения, здесь не нужно никаких особенных инструментов, дорогостоящих, нужно сантиметровую ленту иметь. И калипер такой маленький приборчик, вот здесь он показан в картиночке. Дальше, безусловно, для оценки нутрительного статуса нам необходимо по мере такого, так сказать, визуальной оценки взгляда на пациента, решения для себя вопроса, выглядит ли он упитанным или он не выглядит упитанным. Если он выглядит упитанным, да, можно сказать, ну все, нутрительной недостаточности у него точно нет, мы этим вопросом не будем заниматься, это далеко не так. Ваш пациент может выглядеть не только упитанным, он даже может иметь признаки алиментарно-конституционального ожирения, при этом он может иметь легко белковую энергетическую недостаточность, об этом тоже не надо забывать. Поэтому в комплексной оценке нутрительного статуса мы обязательно используем показатели биохимические параметры. Мы сегодня говорили уже об этом, это общий белок альбумин и трансферин, да, трансферин, вы знаете, это белок, который переносит, собственно говоря, железо, таким образом является переносчиком железа ко всем органам и тканям организма. И референсное значение трансферина это от 2 до 3,6 грамм на литр, используется этот показатель для диагностики железодефицитной аномии, в том числе для выявления скрытой белково-энергетической недостаточности. То есть когда у нас снижены показатели трансферина, речь может идти о белково-энергетической недостаточности и или, да, о такой развернутой картине хронической системной воспалительной реакции у данного пациента. Оценка циреактивного белка, об этом сегодня говорили. Ну и, да, и очень простая тоже, абсолютно простая вещь, которым мы можем пользоваться, простой инструмент, это измерение функциональной активности. Например, выполнение динамометрии с помощью кистевого динамометра тоже нам может дать дополнительную информацию о мышечной силе нашего пациента и, собственно говоря, тоже выявить скрытую белково-энергетическую недостаточность. Ну и если у вас есть возможность оценки компонентного состава тела в клинике, это прекрасно, это будет наиболее оптимально. И для себя хорошо бы структурировать протокол назначения нутритивной поддержки вот таким образом, как на слайде. То есть мы определяем показания к нутритивной поддержке, определяем потребности данного конкретного пациента, с помощью учета того количества белка, прежде всего энергии, которую пациент потребляет с обычной пищей, высчитываем дефицит в белке энергии, исходя из этого, и восполняем вот этот дефицит уже назначением продуктов специализированного питания, в отличие возможности от того, как он может это питание принимать. Если он может принимать через рот, то мы говорим о сиппинговом питании, если прием пищи естественным путем невозможен, мы говорим о проведении интерального питания, и если желудочно-кишечный тракт частично или полностью не может быть использован для приема пищи, значит мы говорим о назначении интер, парантерального питания частичного или полного. Далее выбор специализированной смеси, чем мы собираемся восполнять вот этот белково-энергетический дефицит. И, наконец, мониторинг, обязательно мониторинг проводимой нутритивной поддержки. Чем мы должны пациента обеспечить? Энергии в объеме 25-30 килокалорий на килограмм массы тела в сутки. И белок, да, вот мы с вами, я уже объясняла, почему здесь такие высокие цифры стоят, но, коллеги, вот эти цифры, они обсуждаемы каждый год профессиональными сообществами, и иногда вот эта цифра, она не поднимается до полутора грамм на килограмм в наших рекомендациях, иногда она все-таки до двух грамм на килограмм, как в актуальных рекомендациях ЭСМО 2021 года, это обозначено именно так. Ну, в любом случае, мы должны ориентироваться вот на эти цифры. Понятно, что, опять же, количество белка, необходимое конкретному пациенту, будет зависеть от того, от той физической нагрузки, которую он у нас с вами получает, то есть это пациент какой он амбулаторный, либо это пациент стационарный, мужчина это или женщина, от факта наличия у него какого-либо онкологического заболевания, стадии этого заболевания, да, и безусонно проводимого противопухолевого лечения. В любом случае, планирование нутритивной поддержки должно выглядеть в виде пирамиды, где основанием является назначение перорального питания, при, то есть обычный прием пищи, да, естественно, при недостаточности это пероральное питание дополнено ситпинговым питанием, то есть то, которое пьется маленькими глотками через рот, при невозможности питаться через рот это зондовое питание, и, как я уже сказала, верхушечка вот этой пирамидки, это пероральное питание полное или частичное. Также ЭСМА нам дает важные рекомендации, вот уже не только по скринингу, но и, собственно говоря, по питанию, и рекомендации такие, рекомендован прием высокой белковой пищи, увеличение количества приема пищи в рамках диет-консультирования, да, но это вот так очень сжато, а если развертывать этот тезис, то речь о том, что мы должны пациента обеспечить высокой белковой пищей, увеличивать кратность его приема, да, то есть до 5-6 раз в сутки, плюс эта пища, которую пациент онкологически получает, она должна быть механически и химически щадящей, то есть вы понимаете, какой объем дополнительной работы должен выполнить пациент и его родственники, и его care givers, для того, чтобы ежесуточно, ежедневно накормить правильно такого онкологического пациента. Поэтому чаще всего в нашей сегодняшней жизни, в наших реалиях, речь идет, конечно, о назначении нотративной поддержки и прежде всего о назначении сиппинговых питательных смесей. И если говорить как раз о сиппинге, при проведении химиотерапии, лучевой терапии или химиолучевой терапии должно быть назначено сиппинговое питание, обогащенное белком, да, то есть речь идет о гипернетрогенном, так называемом, сиппинговом питании, которое позволит увеличить массу тела, да, не только увеличить массу тела нашего пациента, но уменьшить потери этой мышечной массы, то есть тощей массы тела и улучшить качество жизни этого пациента. И отдельные рекомендации для тех пациентов, которые мы не можем, так сказать, обеспечить прием пищи естественным путем. Да, речь идет о назначении зондового питания, о решении вопроса о эндоскопическом стомировании, если вот это энтеральное питание зондовое означается, планируется назначить более чем на 4 недели. И отдельно, видите, отдельно выделена рекомендация о консультировании и обучении по сохранению функций глотания для тех пациентов, кому необходимо назогастральное зондирование. И отдельно оговариваются возможности назначения парентерального питания при проведении химиотерапии. И здесь очень, так сказать, большой вопрос и большой выбор. То есть мы тоже взвешиваем за и против пользу и возможные все виды осложнений, которые мы можем получить при назначении парентерального питания. И посмотрите вот этот тезис ЭСМО, что нет на сегодняшний день достоверной доказательной базы, позволяющей рекомендовать дополнительное парентеральное питание для улучшения качества жизни и нотретинного статуса пациентов с нотретинной недостаточностью, получающих химиотерапию. И если говорить о, возвращаться к вопросу назначения сиппингового питания как такого базового подхода при назначении нотретинной поддержки онкологическим больным, то следует говорить о препарате как раз Супартан, который производит компания Фрезениус Кайби как препарат специализированного питания, полностью соответствующего нотретинным потребностям от онкологического пациента. В одной бутылочке, которая содержит 200 мл напитка, есть 300 ккал, 20 г белка, причем это белок животного происхождения, что нам важно для онкологического пациента. Также это питание обогащено нутрицептиками, то есть когда мы с вами смотрели на слайд про нотретинную поддержку, там были изложены цели нотретинной поддержки. Одна из целей – это обеспечение пациента нутрицептиками. Наверное, пожалуй, один из самых главных нутрицептиков – это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые на сегодняшний день считаются, что это такие активные противовоспалительные метаболиты, позволяющие снизить уровень хронической воспалительной системной реакции. Немного снизить потери массы тела у онкологического пациента, особенно если он находится в кахексии, предотвратить потери тощей массы, даже увеличить вот эту тощую массу. И снизить в том числе даже, есть такие работы, степень развития мукозитов. Я знаю, такая хорошая работа была, посвященная как раз влиянию питания обогащенного омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами на снижение степени развития мукозитов при проведении химио-учевой терапии по поводу заболевания головы и шеи, злокачественных опухолей головы и шеи. Далее, очень важный параметр, это повышенная доля жиров и сниженная доля углеводов. Коллеги, наши онкологические пациенты, они инсулин-резистентные, поэтому давать им энергию за счет углеводов, в общем, занятие бессмысленное. Поэтому, как я говорю, в правильном специализированном питании, то есть специализированном питании, предназначенном для онкологических больных, вот этот баланс, в том числе и у саппортана напитка, он правильный. То есть здесь идет упор, баланс, смещен в сторону повышенной доли жиров. Далее, это питание, саппортан напиток, содержит все необходимые макро- и микронутриенты. И очень также важный момент, что питание содержит пищевые волокна, как растворимые, так и нерастворимые. У растворимых пищевых волокон и нерастворимых пищевых волокон, у них задачи разные, да, растворимые, по сути, являются такими пробиотиками, а нерастворимые служат для улучшения моторики желудочно-кишечного тракта, является такой профилактикой констипации. Но мы с вами должны понимать, если мы планируем длительную нутрительную поддержку, она, как правило, у нас длительная, да, особенно при проведении химиотерапии, то мы, конечно, должны выбирать продукты специализированного питания, содержащие пищевые волокна, потому что иначе у нас просто пациенты будут получать еще дополнительный фактор риска развития дисбиоза и развития констипации на фоне приема вот этого специализированного питания. И другой препарат, также компания Фризелинус Каби для осуществления цепингового питания у онкологических больных, это Фризубин 2 килокалорий напиток. Это препарат, содержащий такое же количество белка, вы видите, 20 грамм белка, но содержащий повышенное количество энергии. То есть это препарат, относящийся к так называемому гиперкалорийному питанию. И также, что очень важно, препарат содержит повышенное содержание витамина D, пищевые волокна, также все необходимые макро- и микронутриенты. И вот, кстати, включение в рацион не только Супартана, но и Фризубина позволит немного расширить вот эту линейку вкусов для пациентов, потому что существует некое привыкание к определенному виду специализированного питания, к определенным вкусам. Пациент хочет чего-то новенького, и вот это как раз позволит немножко вот это, так сказать, его ожидание как-то удовлетворить. И также очень хороший продукт Фризубин 2 килокалорий крем с модифицированной вязкостью для пациентов с дисфагией. Вообще он предложен, конечно, для пациентов после нарушения, острого нарушения узкого кровообращения, но в экологической практике для тех пациентов, которые испытывают дисфагию, например, при раке пищевода, которым еще не выполнили эндоскопическое зондирование либо не наложили эндоскопическую кастростому, этот продукт также может применяться достаточно успешно. Он тоже относится к разделу высокобелковых продуктов, и с помощью этого продукта также можно пациента успешно накормить, восполнив все вот эти дефициты энергии и белка, о которых мы с вами говорили. И мне кажется, вам интересно будет посмотреть, что как бы все хорошо, так все гладко, да, мы выявили пациента рискованным, скажем так, по развитию белково-энергетической недостаточности, мы составили ему план утретивной поддержки, мы ему подобрали продукт, ну и дальше жить и радоваться. То есть пациент должен набирать массу тела, тощую массу, улучшать свое качество жизни, а мы должны радоваться за него. Но бывает не все так гладко, да, и посмотрите, практически назначать нутритивную поддержку, назначать специализированные продукты питания врачу, доктору, который сам не уверен в их пользе, да, и на 100% так сказать не является приверженцем нутритивной поддержки в онкологии, это занятие бессмысленное, потому что вот согласно этой цитате крупного, великого, можно сказать, даже американского психолога, психотерапевта Милтона Эриксона, как шестимесячный ребенок считывает с лица матери ее отношение к этому искусственному питанию, да, при искусственном скармливании, так точно и ваш пациент будет считывать на вашем лице эти эмоции при назначении специализированного питания, если вы не верите в его эффективность, скажем так. Поэтому очень важно, чтобы врачи были уверены в правильности принятия своих решений при назначении нутритивной поддержки, да, могли ответить на все такие острые вопросы, которые пациенты могут задавать. И такой важный фактор неудач при проведении нутритивной поддержки это отсутствие комплоентности с пациентом, да, когда вы питание формально ему назначили, сестра медицинская формально ему это выдала, но пациент по каким-либо причинам его не принимает. Далее, может происходить снижение количества принимаемой пищи из-за чувства ложного насыщения, которое дает специализированное питание. Кто, если коллеги когда-нибудь сами пробовали этот продукт, а я активно вас, вам рекомендую это сделать, если вы этого не сделаете, препарат специализированного питания, который вы рекомендуете своим пациентам, лучше самому, конечно, попробовать. Вот, может возникать чувство ложного насыщения, поэтому питание должно не заменять какой-то прием пищи, не назначаться взамен завтрака, оно должно назначаться между приемами пищи, например, как второй завтрак, да, как полдник, как заменять так называемый кефир на ночь, который дается в стационарах, либо выполнять функцию топпинга так называемого, то есть добавляться в ту пищу, которую пациент принимает, например, в завтрак, это можно добавить в творог или в кашу и так далее. И, наконец, неправильно подобранный продукт. Часто до сих пор можно встретить вопросы, а можно заменить специализированное питание онкологическое, вот о чем мы с вами сегодня говорили, саппортан там или фризубин, например, назначение спортивного питания. Коллеги, ну, каждому свое, да, спортсмену, для спортсмена или для тех, кто активно занимается фитнесом, предложено спортивное специализированное питание, для онкологических больных предложено онкологическое питание, да, зачем заменять одно другому, какой в этом смысле я совершенно не вижу никакой разницы. По деньгам, по финансам, это будет все приблизительно одна и та же история. И вот интересная работа, которая была проделана нашими коллегами из Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена по тому, как часто врачи-онкологи, да, в общем, это крупные научно-исследовательские центры, московские, с высокой квалификацией специалистов, безусловно, как доктора, так сказать, разных специальностей в онкологии относятся к использованию, к назначению интрутивной поддержки. И посмотрите, пожалуйста, 49%, то есть половина практически не использует или не знает сиппинговое питание, да. Это вот к вопросу о том, что, казалось бы, очень много лекций по интрутивной поддержке, по специализированному питанию, но на самом деле дефицит знаний, он до сих пор присутствует. Эта вот работа была выпущена в 2020 году коллегами. И такие вопросы, они до сих пор очень часто встречаются. Те вопросы, на которые не могут ответить лечащие врачи, этих пациентов и их родственники, да, их родственников, они попадают вот в открытый доступ в интернет. Хотя здесь, конечно, вот как раз о том, что лечение в онкологии должно заключаться не только на значении инновационных препаратов, в том числе химиотерапевтических или иммуноонкологических, либо таргетных, но и сопровождаться эффективной поддерживающей терапией, безусловно, в том числе грамотно назначенной нутритивной поддержкой. И к вопросу еще о преемственности, да, если пациент находится в стационаре, так и по моим собственным наблюдениям, по данным статистики, врачами больше уделяется внимание его нутритивному статусу и назначению нутритивной поддержки. С иммулаторными пациентами история более печальна, да. И рекомендация Русска 2021 года в своих принципах нутритивной поддержки при проведении химиотерапии нам говорит о том, что скрининг нутритивного статуса, нутритивная поддержка должна применяться также и у амбулаторных пациентов, так как у каждого третьего из них развивается нутритивная недостаточность. То есть тот факт, что пациент у нас не находится в стационаре, еще не является защитой для него от развития белковоэнергетической недостаточности. И по поводу мониторинга эффективности нутритивной поддержки мы применяем абсолютно те же самые скрининговые и диагностические инструменты, которые мы применяем для выявления белковоэнергетической недостаточности. Это применение скрининговых шкал. Еще раз напоминаю, шкала НРС-2002 на сайте русского раздела актуальные рекомендации, практически рекомендации 2021 года по поддерживающей терапии в разделе нутритивная поддержка. Вы можете посмотреть эту шкалу. Далее простейшие антропометрические измерения, простейшие показатели белкового обмена и трансферина. Это оценка активности системного воспаления, это измерение функциональной активности. И нет никаких пределов, препятствий для проведения нутритивной поддержки. Ее можно проводить столько, сколько необходимо, потому что конечные цели вы, конечно, будете ставить себе разные. К чему вы хотите прийти для данного пациента? До нормализации показателей, опять же, крови, до стойкой стабилизации или увеличения массы тела, до достижения приемного качества жизни или до купирования уменьшения слабости. И в заключение хочу сказать, что негативные явления белково-энергетической недостаточности оказывают клинически значимые эффекты на исходы системного лекарственного лечения и качества жизни наших пациентов. Проведение адекватной и своевременно начатой нутритивной поддержки позволяет сохранить дозу интервального лекарственного лечения и улучшить его переносимость. Мониторинг нутритивного статуса и при необходимости нутритивная поддержка должны продолжаться весь лечебно-диагностический период, включая проведение химиотерапии, и не должны завершаться с окончанием специального противоопухолевого лечения. И совсем в заключении вот такая моя заставка, где я хочу вам сказать спасибо и процитировать одного из современных поэтов, который написал такие строки. Если ты не видишь чего-то, это не значит, что этого нет. То есть если мы с вами игнорируем факт белково-энергетической недостаточности, это не значит, что его не существует среди наших пациентов, и это не значит, что наши пациенты от этого не страдают. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Но вот в чате, насколько я вижу, таких вопросов нет. Так, ну сегодня, видимо, идеальные слушатели, никаких вопросов нет. Тогда, коллеги, спасибо вам большое еще раз за внимание, и прощаемся до новых встреч на полях Русска. Продолжение следует...